Здравствуйте, это телевизионная бизнес-академия, и с вами я, Денис Баталин. Мы продолжаем сегодня вместе с вами изучать такую интересную историю, которую мы называем волшебные маркетинговые столбики, волшебные маркетинговые интернет-столбики. В прошлый раз мы поговорили о двух из них. Первый столбик – это вообще все люди в интернете. Второй столбик – это те ребята в интернете, которые могут рассчитывать на потребление наших товаров и услуг. Есть третий столбик, который называется «Все те, кто знает». Итак, вообще все, кто может получить, кто знает. Вы же согласитесь со мной, друзья, что те ребята, которые знают, их гораздо меньше, чем вообще те ребята, которые могли бы воспользоваться товаром и услугой. Наконец, есть четвертый столбик под названием «Те, кто хорошо относятся». Такая вот интересная история. Те, не просто кто знает, но и хорошо относятся. Хорошо относятся к вашему бренду, к товаре, к услуге. Хорошо относятся. Сейчас пазл сложится. Есть столбик под названием «Те, кто может». Те, кто может. Смотрите. Я из России, например, знаю про ваш интернет-проект, на котором продается экологическая продукция какая-то. Но я, например, нехорошо отношусь. Вот лично, конкретно к вам. Соответственно, что бы я ни делал, что бы вы ни делали, как человек, как компания, которая владеет этим ресурсом, если я плохо отношусь, я никогда у вас ничего не куплю. Логично? Логично. Окей. Следующий столбик называется «Может себе позволить». «Может позволить». «Может позволить». «Знаю», «Хорошо отношусь», но не могу себе позволить. Вот хоть ты треснет. Да, не могу себе позволить, просто потому, что у меня в соседнем магазине та же самая экологическая продукция продается в пять раз дешевле. Буду я что-то у вас покупать? Буду ли я длительное время проводить на вашем интернет-проекте с каким-то заделом на то, что я что-то когда-то… Нет, конечно, я просто нажму на крестик и уйду. Есть продолжение этих столбиков. Есть столбик под названием… Как вы думаете, какой? Покупаю. Все нормально. Покупаю. Знаю, хорошо отношусь, могу себе позволить и покупаю. Это очень важный столбик. Но ребят, которые покупают, их значительно меньше все равно, чем тех ребят, которые могут себе позволить. Вы согласны со мной? Согласна. Наконец, есть еще один столбик. Он у нас уменьшается. Столбик называется «Совершает вторую покупку». Первую покупку можно сделать эмоционально. Пошел в магазин, хотел купить, я не знаю, что самое дешевое подсолнечное масло. Вышел с бидонным оливковым. Бывает такое? Бывает. Но на самом деле магазин очень важен, интернет-магазин, чтобы вы не разово совершили такую покупку. Чтобы вы стали постоянно покупателем этого масла. Поэтому столбик тех, кто покупает повторно, он еще меньше. Второй раз. Наконец, самая сладкая история. Как вы думаете, что это? Что это за такой мили-липусечный такой микро столбич? Да, паства мы их называем. Паства. Это те самые ребята, которые с огоньком в глазах, вот типа меня, начинают вам говорить. Знаете, что это такое у меня на руке? Вы знаете, что это такое? Раньше на этой самой руке были дорогие часы. Но теперь я ношу вот эту резинку. Понимаете? Вот эту самую резинку с значком известной спортивной камеры. Почему я так делаю? Я вам начинаю рассказывать. На самом деле, вот этот резиновый ободок изменил всю мою жизнь. Теперь я отслеживаю состояние здоровья себя, своих близких, друзей. Но это еще не все. Потому что в интернете есть виртуальный человек, который очень хочет, чтобы я вел здоровый образ жизни. Который на самом деле требует от меня выполнения определенных физических упражнений. Иначе он там бедный не сможет перейти на второй уровень. Да? Вам уже интересно, что это такое. Интересно? Это очень крутая штука, ребята. Раньше у меня тут Рэймонд Вэлл вообще-то висел. А теперь, видите, с резиновой штучечкой. Не скажу вам, что это такое. Потом в перерыв. Короче говоря, эти ребята ходят, да, и говорят, у меня теперь есть айфон, я другой человек. У меня теперь есть айфон и так далее, и так далее, и так далее. Это паста. Это самая желанная для нас история. Короче, к чему я это? К чему вообще я все это нарисовал? Вот эти столбики должны быть всегда у вас перед глазами, когда вы планируете, какие вы будете совершать активности в интернете, на листочке бумажки перед глазами, либо в голове вашей. Почему? Потому что именно они позволяют вам правильно принять решение о том, какой канал использовать для решения вашей конкретной маркетинговой задачи. Потому что вы не размещаете контекстную рекламу, вы не размещаете баннеры, вы ничего-то там делаете в социальной сети. Вы решаете вашу маркетинговую задачу. Вот они все. Маркетинговая задача под названием «У меня никто нифига не покупает, надо сделать так, чтобы купили». Я хочу, чтобы это был самый большой столбик. Например, может такая быть задача маркетинговая? Отлично. Но я вам тогда хочу сказать очень печальную историю. Этот столбик никогда не будет выше столбика предыдущего. Что бы вы ни делали, как бы вы ни бились головой об стену, пытаясь сделать так, чтобы гигантское количество людей покупало у вас. Если, например, о вас никто не знает, то этого не случится. Понимаете, если к вам все хреново относятся, этого не случится. Если люди просто не могут себе позволить покупать квадрат в вашем доме, который вы построили за 350 тысяч рублей за квадратный метр, когда все продают в вашем доме, не случится никаких активных продаж. Поэтому это такая, знаете, рациональная модель, которая позволяет нам не требовать от себя и тех ребят, которые занимаются у нас рекламой, каким-то безделием. Давайте вместе с вами попробуем пробежаться по этим столбикам. С помощью каких рекламных инструментов, каких каналов мы можем подтянуть наверх вот этот столбик под названием «все те ребята, которые теоретически могут получить товары и услуги на нашем интернет-сайте». С помощью рекламных инструментов этого не добиться, это не сделать. Да, нам нужно создавать новые точки присутствия, нам нужно создавать другие языковые сайты, нам нужно делать офисы строить в Нью-Йорке, в Вашингтоне и так далее. Понимаете, это задача, которая не решается с помощью рекламы. Хорошо, те, кто знает. А вот эта уже история решается с помощью рекламы. Но нам важно понять, с помощью каких рекламных каналов наиболее эффективны. Уместно ли здесь использовать, например, для наращивания уровня знания контекстную рекламу? Нет. Нет. Потому что, смотрите, как интересно, если вы выходите вообще с новым продуктом, да, либо товаром, то вас просто не найдут. А если, например, вы хотите сформировать этот уровень знаний и повысить с помощью контекста, ну вот за счет близких тематических запросов, для вас это будет стоить очень дорого. Самый дешевый и простой способ повысить уровень знания – это использование реферального канала, о котором мы говорили. То есть это баннеры, баннерные рекламы, статьи, джинса и так далее, и так далее. То есть когда вы, по сути, бомбите напалмом просто, бомбите напалмом свою аудиторию. Лучший рекламный инструмент в этом случае, который повышает максимальное уровень знания, это какой-нибудь прелодер, да, такой баннер, который загружается перед сайтом. Ну наверняка, там, бываете на ведомостях или где-то еще, там, девушки на космо бывают. И вот тот баннер, который говорит, а теперь, я не знаю, там, хорс-форс, да, лошадиные силы, шампунь, и все. И мы все знаем, что есть такой шампунь. А если бы кто-то там что-то в контекст деньги погружал, мы бы об этом никогда не узнали. Логично? Логично. Итак, уровень знаний повышается с помощью реферального канала. Реферальный. Хорошо относятся. Что, контекст используем или баннеры? Представьте, такой я стою, да, и вот такой вот на баннерах. И там, Денис Баталин, лучший мужчина в мире. Я говорю, что это за придурок вообще? Ну, логично. Конечно же, конечно же, не логично мне в этом случае тратить деньги на реферальную баннерную рекламу. А куда мне логично тратить деньги? Мне нужны лидеры общественных мнений, которые могут быть вашими друзьями, вашими знакомыми. Вот вы получаете сообщение от своей подружки. Я вчера встретил удивительный мужчину. Он всего лишь просто прошел мимо. Я поняла, что это самое лучшее. Понимаете? Да, уже другое. Вам транслируют прямо в мозг либо ваши коллеги, либо люди, которых вы знаете, либо люди, которых вы уважаете. Безусловно, для того, чтобы подтянуть наверх столбик хорошего отношения, нам нужен СММ. Social Media Marketing. Окей. Столбик может себе позволить. Можем мы подтянуть наверх этот столбик с помощью каких-либо рекламных инструментов? Да нет. Понимаете? Мы можем снизить стоимость нашего квадратного метра. Правда? Мы можем, я не знаю, привести в соответствие с рынком стоимость услуг наших парикмахерских. Но мы не сможем сделать с помощью размещения баннера или контекста, или активных социальных сетях, сделать так, чтобы большее количество людей смогло позволить себе нашу услугу либо товар. Окей. То есть здесь пишу «мы сами». Вот здесь вот мы, это наша зона ответственности, вот здесь вот мы, не рекламщиков, не рекламного рынка. А покупаю. Да, вот что с покупаю. Вот здесь как раз я с вами абсолютно согласен, друзья, что на этот столбик мы можем повлиять, прежде всего, контекстной рекламой. Человек уже, смотрите, знает, уже хорошо относится, если он покупает. Да, вот здесь вот как раз на этом уровень стимулирования продаж с помощью контекста. Контекст. Раз. Частично баннеры реферальные, потому что баннеры сейчас тоже могут собирать экшены, действия. Да, я вижу баннер, набираю поисковый запрос, я не знаю, купить вас, и вижу баннер, который мне предлагает вас аскит. Отлично. Значит, контекст плюс реферальный. Рефералка. Повторная. Повторная продажа, повторная покупка. Как мне наверх вот этот столбик потянуть? Какие инструменты мне использовать? Стемулайленности раз. Ну, это такая немножечко бэкграунд оффлайновая, да, такая активность. Карточки, перекарточки, рассылки. Когда мы говорим про классические каналы, на которых мы уже говорили, это контекст. Ну, я такой поставлю, знак прим. Сейчас объясню, что я имею в виду. Контекст. Дело в том, что контекст, который мы можем использовать, у него есть одно очень хорошее свойство. Мы можем в рамках контекстного канала делать ретаргетинг. Или по-другому он еще называется ремаркетинг. Что это такое? Представьте себе, когда вы набираете поисковый запрос купить пластиковые окна, заходите на сайт и начинайте там, значит, оформлять заявку на эти пластиковые окна. И тут вас отвлекает ребенок, я не знаю. Вы забываете об этой форме, отвлекаетесь, бла-бла-бла. Приходите, выключаете камеру, все. Вы забыли. Вы готовы были уже сделать заказ? Ну, вас что-то отвлекло. Так вот, компания, которая сделала так, что вы сначала увидели контекстное объявление, кликнули по нему, перешли на сайт, она может настроить саму компанию таким образом, что именно вы, именно вы можете в следующий раз увидеть контекстное рекламное объявление вида, слушай, дорогой, ты, по-моему, забыл заполнить заявку, или возвращайся к нам за второй покупкой. То есть это контекст с ретаргетингом. А в самом последнем столбике, столбике паства, мы с вами, друзья, поговорим нашу следующую встречу в Телевизионной бизнес-академии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телевизионной бизнес-академии